физкульт привет друзья на связи мускул шоп меня зовут сергей этот раз и сегодня мы расскажем какие 5 критических ошибок люди совершают при выборе эллиптического тренажера первое на что не стоит обращать внимание точнее на что стоит обратить внимание но не стоит по этому параметру ориентироваться эта цена конечно все хотят купить подешевле и максимально максимально хороший качественный тренажер но такого не бывает как вы понимаете поэтому самая большая ошибка когда люди выбирают по цене не смотрите на цену смотрите по параметрам чтобы эллиптический тренажером подходил в первую очередь это по росту что у подходил соответственно нужная вам длина шага ну естественно по весу то есть вес очень важно который он рассчитан и желательно берите немножко с запасом то есть если у вас вес 100 килограмм берите эллипс на вес 110 120 килограмм вторая ошибка на что люди не обращают внимание при выборе тренажера это как раз длина шага то есть вы когда берете тренажер покупаете вы посмотрели да по весу у нас потом подходит там примеру почитали что есть длина шага там скажем 34 сантиметра а у вас рост 185 сантиметров ну вы почитали посмотрели о чем это вам говорит ни о чем по сути да ну купили себе приехали собрали его понимаете когда начинаете заниматься что амплитуда то маленькая совсем шаг малова для вашего роста и соответственно поэтому очень важно обращать внимание на шаг и желательно пользоваться таблицей который мы приведем дальше в зависимости от роста человека от роста какой нужно минимальная длина шага третья ошибка это вот как раз вес пользователя опять же вы зашли на сайт посмотрели нужный вам тренажер ну к примеру то что вам понравился по цене опять же по весу вы посмотрели он на 100 килограмм у вас 100 килограмм то есть все замечательно подходит заказывайте покупаете привозите собираете занимаетесь месяц два-три и потом начинается скрип и скрежет оказывается когда разбираете что там треснула треснул металл примеру по шву сварному потому что тренажер предельный вес 100 килограмм и у вас 100 килограмм и во время тренировок у вас появляются динамические нагрузки на тренажер нежелательно брать тренажер вот с предельным весом вашим то есть лучше берите с запасом 10 а лучше 20 килограмм чтобы он был больше чем ваш вес я имею ввиду рассчитан на больший вес чем ваш следующая ошибка это шатуны и подшипники то есть смотрите у меня был отдельно ролик какие тренажеры не стоит покупать эллиптически то есть вам нужно смотреть обязательно на шатуны обычно в бюджетных версиях тренажеров это такие кривошипно короче кривой шатун как на велосипедах вот на детских велосипедах он цельный идет и там стоят подшипники кассетного типа как показывает практика они очень быстро изнашиваются подшипники и чашки в которых они стоят эти подшипники то есть вот орбит реки вот с таким изогнутым шатуном лучше не брать если у вас совсем там не критичный по бюджету ограничения лучше возьмите ну более дорогую модель там обычно разница у них они начинаются от 9 10 тысяч гривен ну на сегодняшний момент и соответственно берите лучше закрытого типа чтобы был либо опять же пишите в комментариях я подскажу либо можете на наш сайт там же зайти проконсультироваться то есть мы можем посоветовать какой орбит рек лучше подобрать там стоят промподшипники уже они гораздо долговечнее и практичнее также вот пятая наверно ошибка это что люди не смотрят на количество болтовых соединений в рулевой колонке вот смотрите в идеале когда у вас здесь вот с этой стороны имеется не один болт а два либо три вот как здесь то есть это боковые как раз колебания он предотвращает то есть тут вот один болт до с этой стороны и от боковые важно чтобы сбоку было два ну как минимум два болта то есть смотрите чтобы болтовые соединения на самой стойке желательно было их по два сбоку потому что когда вы занимаетесь на орбит реки у вас как раз не продольные колебания а поперечные возникают вы занимаетесь переваливаетесь из стороны на сторону то есть слева направо шагаете особенно тучные люди которые имеют избыточный вес очень большая поперечная нагрузка идет на тренажер и соответственно из-за этого и возникают потом посторонние скрипы скрежет скрипы как часто жалуются в орбит реках тоже кстати отдельное видео к почему возникают скрипы и как от них избавиться вот это основные пять ошибок критических на мой взгляд которые допускают люди при выборе орбит река если вы учитываете вот эти вот моменты которые я сказал вы выберете правильный тренажер себе и будете я думаю пользоваться им долго и счастливо если все-таки остаются у вас вопросы можете смело писать в комментариях стараясь максимально честно и открыто на них отвечать либо в чате на нашем сайте muskul shop заходите там есть чат онлайн помощник который всегда поможет подскажет какой тренажер лучше как выбрать звоните тоже не стесняйтесь на нашем сайте muskul shop вы найдете любой тренажер по максимально выгодным ценам если вы где-то нашли дешевле либо цена вас не устраивает тоже звоните не стесняйтесь по телефону можем обсудить цену и договориться выгодной цене на этом все до новых встреч пока пока